Всем привет! Меня зовут Светлана, вы на канале Редактура или Жень, и пришло время, наконец, уже подвести итоги моего марафона «Читаю без списков», который у меня длился весь июль и ещё немножко августа. Только 9-го числа я закончила вот, прям закончила всё читать, наконец, готова с вами делиться впечатлениями. Последние 4 книги были очень разные, очень своеобразные, прям есть о чём поговорить, именно поговорить, а не побомбить, как в прошлый раз, так что поехали. Ну и начну, как и должно идти по порядку, с Джулиана Барнса и его портрета мужчины в красном. Сразу хочу сказать, что я всё ещё перевариваю в голове, обдумываю вашу просьбу снять вам обзор на творчество Барнса, для которого мне нужно перечитать почти всего Барнса, но я кручу эту мысль в голове, как это сделать, и не так давно я как раз, вот перед прочтением этой книги, я как раз была в Википедии, смотрела библиографию Барнса. И поразилось, что в русской, в русской версии вот эта книга отнесена к нонфикшену. Меня это очень удивило, я подумала, ну мало ли. Так вот, это действительно нонфикшен. Неожиданно, совершенно, вот внезапно, никто об этом я не предупреждал, вы тоже в комментариях ничего такого не писали. Однако в мой марафон затесался нонфикшен. От этого марафон, конечно, хуже не стал, но я заранее предупреждаю тех, кто ещё только собирается читать, или может быть после моего отзыва будет читать, что это не художественная проза. Я бы назвала её, наверное, документальной прозой, потому что здесь Барнс показывает нам, ну, как во всех аннотациях, про эту книгу пишут, что это портрет эпохи, так называемый La Belle Époque. Это примерно последние 20 лет 19 века и 20-30, ну 30 уже с натяжкой, 20 века. Это действительно так, но помимо этого здесь ещё и Барнс показывает, тут уже вопрос, показывает ли он действительно так, как он это сам делал, или это условно некий лирический герой, рассказчик этой истории. Он показывает, как идёт работа с материалом, то есть как мы, потянув за одну какую-то ниточку, вот увидели какую-то деталь, в данном случае это был портрет, мы начинаем раскручивать цепочку, и здесь у нас постоянно идут прыжки, прыжки в разные стороны, то есть мы не просто держимся одной линией, это не биография, вот ещё хочу подчеркнуть, что это не биография в прямом смысле этого слова, хотя да, книга заканчивается со смертью центрального персонажа, опять же, это реальное лицо, я чуть-чуть позже о нём поговорим, но не начинается с его рождения, вот знаете, там детства, школы, нет, начинается с того момента, с какого Барнсу захотелось начать, вот он потянул за какую-то вот точечку, да, и рассказывает нам не только про героя, про ближайшее окружение этого человека, но и постоянно делает какие-то отсылки, упомянув чью-то кузину, мы перепрыгиваем к кузине, говорим про мужа кузины, там целые несколько страниц или абзац, да, и потом возвращаемся обратно, может быть, в тот момент, на котором мы прервались, да, на кузину, а может быть, совсем другой момент, в книге нет глав, в книге вообще нет как бы структуры в привычном нам понимании, ни частей, ни глав, ничего, есть только пробелы, которые вот отпечают эти вот прыжки, мы можем сейчас быть в конце 19 века, через две страницы мы уже в 20-х годах 20 века, потом мы снова вернулись, то есть тут мы можем обсуждать женитьбу героя, тут мы можем обсуждать детство героя, тут мы можем обсуждать уже выросших детей героя, тут мы можем обсуждать вообще левых людей. Мы постоянно, постоянно прыгаем от одного к другому, таким образом, да, у нас рисуется достаточно полный и интересный портрет, но надо понимать, что это именно портрет в определенных слоях общества. Понятно, что для простых рабочих, простых крестьян в те годы не было никакой лебели-пок, да, была обычная пахота и обычные трудовые будни, то есть мы затрагиваем все-таки увядающую, уже увядающую аристократию, в первую очередь французскую, и интеллигенцию. Ну, несколько слов о том, кто же стал главным героем этой нехудожественной книги, потому что это прям очень интересный человек, поговорить о нем хочется, даже если вы не будете читать потом эту книгу. Итак, у нас здесь с вами кусок картины саржанта, который называется «Отнюдь не портрет мужчины в красном», я сейчас повешу здесь полностью эту картину, она называется «Доктор Потси у себя дома или у себя в кабинете», то есть с самого начала известно, кто изображен на этой картине. Это доктор Сэмюэль Потси, очень популярный доктор, как раз в те годы, про которые и пойдет здесь речь. Но не просто он, знаете, популярный доктор, то есть модный доктор, доктор Потси, как оказалось, был очень и очень важной и знаковой фигурой для всего развития медицины в то время, потому что именно Потси, он заведовал хирургическим отделением в клинике, он активно внедрял и впоследствии ездил с лекциями и всячески пропагандировал, насаждал, доказывал, убеждал важность асептики и антисептики в медицине. Чтобы вы понимали, когда он поехал рассказывать в Америку о своем методе, о том, насколько снижается смертность просто от того, что люди моют руки перед операцией, врачи моют руки перед операцией, от того, что бинты стерилизуются, от того, что белье постельное меняется, перевязки делаются вовремя и с соблюдением правил. Вот он ездил и рассказывал о таких, казалось бы, банальнейших вещах. В Америке он получил от одного человека ответ, у джентльменов всегда чистые руки. Нет, вот только вздумайтесь! Еще 150 лет назад считалось, что врачу можно не мыть руки, потому что он джентльмен удачи, видимо. Удача должна была сопутствовать его пациентам, чтобы они вообще выжили после такого. Поэтому Поци, внедряя вот это все, он, конечно, существенно снизил смертность, в том числе после хирургических вмешательств у себя в больнице и там, куда ему удалось свое влияние распространить. Но помимо того, что он был хирург, и он и в хирургию тоже привнес многое, он был сторонником скорейшего оперативного вмешательства, то есть в тех случаях, когда опухоль достигала вот таких размеров, Поци не говорил, а давайте еще подождем, может само рассосется. Он говорил, да надо что-то делать вообще срочно. Помимо того, что он был просто вот хирург, он еще был гинеколог. Такая вот тонкость. Он был именно в этом качестве, он, кстати говоря, был в том числе популярным и модным доктором. И в гинекологию он тоже многое привнес. То есть это был человек, который внедрял передовые идеи не только в плане того, как проводить оперативное вмешательство, но вплоть до того, что он беспокоился о душевном состоянии пациенток в отделении, о том, чтобы им было хорошо, о том, чтобы у них все было спокойно, чтобы ничто их не раздражало, ничто их не нервировало. То есть он даже вот такие вещи прописывал и продумывал, как это сделать, как это организовать. Он понимал, что нервное состояние, нервная система, оно тоже важно и тоже влияет. Кроме того, Поттс был большой молодец, потому что он именно на закате своей карьеры, уже в преклонном возрасте, прожил он довольно долгую жизнь, он поддерживал молодых медиков, новаторов, тех, кто шел уже после него. По-моему, даже среди его протеже был будущий лауреат Нобелевской премии по медицине. И он своим авторитетом помогал им продвигать свои идеи, публикации, всячески поддерживал их, организовал выступления. То есть как специалист, как медик, как врач, он был действительно уникальный человек. Это не значит, что он был идеальный человек, и об этом здесь многое написано. То есть, допустим, у него не было счастливой семейной жизни. Он, наверное, можно предположить, что не был суперидеальным отцом для своих детей. Интересный момент еще один в этой книге, что Барнс в принципе не занимается домыслами. То есть у нас не нон-фикшн, когда мы именно реконструируем биографию, пусть даже не в хронологическом порядке. Нет, Барнс нам только цитирует доступные источники. Это могут быть статьи, какие-то интервью, чьи-то дневники. Он сам не домысливает ничего там, где можно было бы условно покопаться в грязном бельишке. Барнс ничего этого не делает. В общем, я получила от этой книги своеобразное удовольствие. Читается она не быстро, потому что, как я уже сказала, в ней нет структуры. Мы просто прыгаем во времени. Да, портрет эпохи получается очень наглядный, очень интересный. Конечно же, не прошел Барнс мимо самых громких событий, но потому что его герои не проходили мимо, таких как Дрейфусу, например. Здесь есть очень интересные культурные отсылочки. Например, здесь фигурирует пуля, убившая Пушкина. Напоминаю, что Пушкину не делали операций и не извлекали из него пулю. То есть, какая-то пуля, убившая Пушкина, здесь фигурирует. Фигурирует на Гарс, Асидор и Дункан, например. Ну, в общем, любопытные всякие артефакты. Людям, которые интересуются именно этой эпохой в Европе. Я очень-очень рекомендую эту книгу. Она, кстати, обильно иллюстрирована и не только картинами из каких-то собраний, но и здесь есть карточки. Вот такие карточки. Их в ту пору можно было собирать. Их выпускал Феликс Патен. Так вот, судя по всему, карточки из личного собрания Барнса. То есть, другие все картинки, они получены из коллекции каких-то, получены права на их использование. А вот все эти карточки, судя по всему, собраны самим Барнсом. И это очень-очень круто. В любом случае, это было необычно, неожиданно. Но, конечно, мне понравилось. Ну и мы пришли, конечно же, к ней. Должны были про нее поговорить, безусловно. Это «Моя темная Ванесса» Кейт Элизабет Рассел. Сразу хочу сказать, что я поняла... Я тут прогремела несколько жарких дискуссий на Буктюбе. Пока я читала эту книгу, я поняла, что самое главное в обзоре не сравнивать ее с Лолитой, не проводить каких-то вот параллелей. И я этого делать не буду. Хотя, должна сказать, что книга, Лолитака, книга играет важную сюжетную роль в этом произведении. Это прекрасная книга. Во-первых, я сразу хочу отмести обвинение в простоте ее языка, потому что здесь совершенно нормальный язык. Более того, правильный язык. У нас здесь две временные линии. Наша главная героиня Ванесса. У нас есть более масштабная линия, да, где ей 15, ну и впоследствии 16-17 лет. И эти куски занимают гораздо больше текста. И у нас есть маленькие кусочки текста про современную Ванессу. Ванессу, которой 32 года и жизнь которой, ну, к сожалению, в разрухе. И у нас большая часть повествования от лица 15-летней девочки. И не может здесь быть, знаете, каких-то, какого-то высокого штиля, каких-то прекрасных метафор, каких-то цветистых выражений, да. Здесь очень простыми, ясными фразами рассказываются ужасные вещи. И, на мой взгляд, всё очень правильно, всё именно так, как должно быть. Именно так, как оно бьёт максимально больно. Именно так, как оно воздействует максимально сильно. Так и должно быть. Я про сюжет ничего говорить не буду. За вязку, я думаю, все знают, да. У нас история о совращении. У нас история о романе главной героини Ванессы, которой 15 лет, с преподавателем, которому 42. Мне повезло, наверное, в этом месяце, в июле, повезло встретить сразу три книги на очень близкую мне тему. Это тема одиночества. Это, конечно, Оливия Киттерич, это Зайка и это Ванесса. Я собираю очень их в странную компанию. Тем не менее, все эти три книги, они об этом в том числе. И в то время, как Оливия Киттерич, она во многом о сознательном одиночестве взрослой женщины. Уже не молодой женщины. То есть про одиночество человека, который сам очень хорошо понимает людей, но не получает удовольствия от общения с ними. То Зайка и Ванесса истории одиночества подросткового. И это очень-очень мне понятно и близко. Я считаю, что оба автора прекрасно выписали эту тему. И Рассел раскрывает нам просто во всей красе вот этого вот очень одинокого ребенка, 15-летнюю девочку, которая вдали от дома, она живет в общежитии при колледже. И ей так хочется поддержки. Ей так хочется быть особенной. Не когда героиня Янга Далта плохого. Ей так хочется быть особенной в чьих-то глазах. Ей так хочется чего-то восхищения. Это такие понятные эмоции, которые испытывал, наверное, почти каждый из нас, когда был подростком. И такой легкой жертвой она оказывается. Это так здесь видно. Так автор это вот... От этого так страшно эту книгу читать. Потому что она прямо, ну как птица залетела в селок. То есть у нее не было шансов, ну вообще. Не было у нее ни подруги какой-то доверенной, да. Не было у нее ни каких-то академических, может быть, успехов, чтобы у нее было, да, уважение окружающих. Она была очень одинокая, и она была очень податлива. Она была очень внушаема. И этим очень жестоко воспользовались. Я видела, ну как бы, критику на тему. Ну а чего она такая, как бы, бедная-то? У нее же вроде все нормально в семье, да, там родители не бьют. Это так восхитительно. Люди считают, что родители не бьют, равно у подростка доверительные отношения с родителями. Это вообще проразное, да. То есть да, у Ванессы нормальная семья. Да, у нее мама, папа. Она, они как бы обеспечивают ей, да, одежду, жилье, учебу. Да, то есть нормальные родители, как бы, действующие абсолютно так, как положено родителям. Но они ей не близкие люди. У них нет доверия друг к другу. И от этого ее одиночество. Это, как бы, одно не равно другому. Это, ну, это свойственно многим семьям. Это далеко не в каждой семье, да. Дети и родители тесно связаны. Продолжая эта связь, как бы, не ослабевает с годами. Во многих семьях дети и родители чужие люди друг к другу, даже если они нормально сосуществуют в одном объеме. И вот один из таких примеров, да, это как раз героиня. Кроме того, я видела претензии в духе, что героиня ненадежный рассказчик. Да, героиня ненадежный рассказчик. Но это не в том смысле, что, знаете, вы в конце такие, о, все неправда, да. Ничего такого не было, она все придумала. Нет, она ненадежный рассказчик в том плане, что... Она ненадежный рассказчик, вы будете это видеть каждый раз. Как она все равно пытается оправдать все, что случилось. Как она все равно пытается взять на себя ответственность. Как она все равно пытается сказать, что это была история любви. Как ей страшно, больно, невозможно для нее признать, что 17 лет ее жизни, ну как бы слиты в унитаз, были посвящены непонятно кому, непонятно чему, без каких бы то ни было высоких оснований. Человеку, который не был ей ни любимым, ни другом, ни поддержкой, ну никем. Отдельный плюс автору за сексуальные сцены, их здесь практически нет, наверное, две, и это прямо вот чистая физиология, то есть автор буквально уделяет, наверное, маленький абзац, 2-3 предложения всему процессу, и то, как она это делает, оно, конечно, только подчеркивает антиромантизм происходящего. Очень здорово написанная книга. Я очень рада, что я ее прочла, очень, безусловно, сочувствую героине. И мне кажется, объединяющие еще вот те три книги про одиночество, которые я читала в этом июле, это надежда, которая, проблеск надежды, да, в финале книги, то, как все три писательницы, как они не позволяют превратиться всему этому в какие-то розовые сопли, в какой-то слащавый хэппи-энд. Нет никаких соплей, нет никакого слащавого хэппи-энда. Как это лишь проблеск надежды, как мы говорим лишь о том, что выжить после всего этого, справиться с подобным, можно только маленькими шажками, один шаг за один промежуток времени, медленно, больно, тяжело, просто, как бы не сдаваясь, да, маленьким шажочком каждый день. Никаких фанфар, никаких внезапно появившихся супер-друзей, каких-то внезапных откровений, что на самом деле мир тебя любит, ты всем нужна, вот ничего этого нет, и это правильно, потому что так не работает, так не бывает. В реальность происходящего здесь ты просто не сомневаешься ни секунду, что так оно и было. Те, кто посмотрел мои планы, надеюсь, вы посмотрели мои планы на ближайшее время, вы уже, в принципе, знаете, что я планирую в конце августа читать второй-третий том из цикла «Круги воронов» Сири Петерсон, потому что, конечно же, мне понравился потом Акодина. Ну, шансов, что мне не понравится, было, ну, вообще мелкоскопическое число было. На самом деле, очень классная история, напоминаю, у нас здесь девушка Хирка, ей 15 лет, и она обнаруживает, что она единственный человек в огромном мире, населенном иммлингами. Это не люди, да, у них вообще хвосты есть. Они к людям относятся плохо, ну, то есть люди для них это скверно, это что-то несущее беду. И до поры до времени, да, Хирка была не в курсе о том, кто она такая, и окружающие были не в курсе. Ну, вот в этой книге всё раскрывается, и, соответственно, ей предстоит как-то что-то делать, чтобы вообще выжить и спасти свою жизнь. Из интересного, в этой книге повествование не только от лица Хирки, что было для меня неожиданностью, но и от лица её друга Риммера и от лица антагониста. С антагонистом вышло интересно, потому что я, воспитанная, да, на старом эпике, я всё каждый раз, я почему-то ожидаю, что антагонист, он, знаете, один большой на весь цикл, но, как уже не раз бывало, да, антагонист здесь только на один том. В следующем томе, очевидно, будет какой-то другой антагонист. Но от лица антагониста было тоже очень классным. Во-вторых, ну, сама Хирка, прекрасно, на мой взгляд, выписанный персонаж, девушка, которая, ну, не будет сесть сложа ручки, не будет ждать, пока всё само образуется. Она достаточно суровая, достаточно замкнута, но вместе с тем, да, она не намерена, как бы, пускать свою судьбу на самотёк, и этим она, безусловно, вызывает уважение. Также меня поразило, я пытаюсь вспомнить где-то ещё... Да, вот в «Детях крови и костей», кажется, но та книга мне не понравилась. Здесь я тоже не ожидал такого быстрого развития событий. То есть в кульминации здесь реально прям, ну, очень мощненько всё меняется, переворачивается. Тоже всё по старой привычке, там, не знаю, по традиции какой-нибудь Роберта Джордана. Я жду, что у нас медленно всё будет раскручиваться, раскручиваться. Но нет, молодые авторы Янга Далта, они уже резину не тянут, поэтому здесь события по второй плане книги развиваются прям очень стремительно, и у нас кульминация такая ого-го, то есть не просто меняется жизнь главного героя или главной героини, как это часто бывает. У нас у всех всё меняется, то есть прям всё изменилось в одночасье. Это тоже круто, потому что в такой ситуации ты ждёшь второго тома, ну, просто даже не знаешь, что от него ждать, там, может быть, ещё что угодно, потому что уже всем приходится играть по новым законам. И, кстати, то же самое делает Сандерсон в своём «Рождённом туманом», когда у нас тоже первая книга заканчивается ого-го-го кульминацией, и дальше у нас герои разбираются с последствиями своих действий. То есть мы не просто три тома свергаемся у урона, а потом мы такие счастливые, да. Всё происходит гораздо быстрее, и дальше героям ещё предстоит иметь дело с тем, что они натворили, то есть как-то расклёбывать ту заваренную кашу, которая оказалась им супердоблестным поступком и правильным, и нужным. Из, наверное, маленьких минусов, собственно, почему я поставила 4, а не 5, мне бы хотелось, чтобы иммлинги больше отличались от людей. Потому что, если честно, кроме хвоста, ну и кроме хвоста и определённой всё-таки магии, здесь есть магия, она заключается в подключении к некому потоку. Так вот, кроме хвоста и магии, мне бы хотелось как-то вот больших отличий. А здесь иммлинги, они прям вот, знаете, ну, хвостатые люди с способностями к магии. Вот так их можно описать. Мне бы хотелось, чтобы это были, прям, знаете, совсем нечеловеческие существа. И тогда контраст между... Не столько внешне, да, иначе бы Хирка не смогла бы сойти за свою, сколько вот в плане каких-то жизненных моментов. Но что есть, то есть. Тем не менее, мне очень понравилось, и я с нетерпением жду, когда доберусь до следующих двух книжек. Ну и к следующей книге сложно, сложно подступаться к ней. И сложно оценивать. Самая она неоднозначная из всех восьми. Самая многослойная, самая, местами даже путанная, самая играющая с читателем. И это «Сияние» Кэтрин Валенда. «Сияние» — это та книга, редкая книга, где важно для того, чтобы оценить её, хоть как-то, да, мы всё равно даём какую-то оценку. Для того, чтобы оценить её, важно понимать, какую задачу ставит перед собой автор. Вот обычно нет. Но есть книги, когда ты можешь оценить её вот с одной стороны, да, и это будет супер-шедевр. Ты можешь оценить её с другой стороны, и это будет, ну, вообще полный провал. Хорошо написанный, но полный провал. Так вот, в таких случаях важно понимать, чего автор надеялся достичь, и взять это хотя бы, это послужит какой-то отправной точкой для обзора и для оценки. И здесь у нас Валенте ставила себе цель, она говорит об этом в послесловии, она умный автор, она написала послесловие. Она ставила себе целью в первую очередь показать, на что похожа жизнь дочери режиссёра. То есть наша главная героиня Северин Анка, она дочь знаменитого режиссёра Персеваля Анка, который снимал всякие вот популярные фильмы. А она, в противовес отцу, стала снимать исключительно документальные. И на что похожа жизнь дочери режиссёра, мы видим здесь прекрасно. То есть Валента справилась с этой задачей на 5 с плюсом, на 10 из 10. Жизнь ребёнка, который, с одной стороны, всё время в сказке, да, то есть он может попасть в сказку каждый день, ведь мы понимаем, дети, ребёнок режиссёра свободно проходит на съёмочную площадку. Вокруг него оживают фантастические декорации, вокруг него герои, в которых там влюбится весь мир, да. Но вместе с тем ребёнок режиссёра — это человек, у которого постоянно разбиваются иллюзии. Да, потому что какой-нибудь Питер Пэн завтра может заявиться на ужин к его отцу и оказывается небритым, почёсывающим пузико, да, каким-нибудь коротышкой. Его так классно загримировали, что он был такой в замечательной фильме, а приходит и громко ругается, некрасиво ест. Ну и вот это всё, то есть жизнь, а жизнь Северин, она была ещё и постоянно под прицелом камеры, потому что Пересеваль ещё и постоянно снимала её для домашнего архива, какие-то моменты. То есть она вообще отца видела постоянно с камерой и смотрела на него через объектив камеры. И вот это всё у Валенты показано фантастически. Ну, просто здорово, достоверно и круто. Но, да, в этой книге есть ещё очень-очень много всего, и не факт, что всем и каждому это придётся по вкусу. Это очень сложная книга для чтения, потому что она не просто нелинейна, она ещё и не... это несвязный текст. Это обрывки сценариев, это расшифровки каких-то съёмок, это записи каких-то студийных совещаний, то есть это как иллюмина, да, где у вас из разных документов складывается история. Да, история не рассказывается, а она складывается из документов. Здесь у нас тоже история складывается из документов, но они ещё и расположены в нехронологическом порядке. И это очень как бы, ну, сбивает, и читается... читается книга действительно нелегко, потому что у Валенте совершенно потрясающий, богатый язык, очень глубокие метафоры, очень много их. То есть я вам, когда говорила про Митчелла, говорила, что если хотите изучить, как обращаться с метафорами, то читайте Митчелла, да. Но Митчелла умудряется составлять метафоры, да, из коротких образов. Если же вам хочется чего-то похардкорнее, да, то есть именно метафор, таких вот, которые как букет, да, одна фраза как букет, то это вам сюда, только с осторожностью, потому что их здесь действительно, ну, хватит на всех и ещё останется. Ну и самая, конечно, засада в этой истории, собственно, сеттинг. Потому что, если честно, у меня сложилось ощущение, что Валенте не просто нам расписала жизнь дочери режиссёра, которая сама режиссёр, и нарезала нам разные куски из её фильмов, и не только из её фильмов, чтобы рассказать историю. У меня ощущение, что она и книгу всю нам делала как фильм, потому что вы ни на секунду до конца сюда не поверите в то, что это реальность. Ну, потому что невозможно поверить, что в середине девятнадцатого века кто-то выстрелил из пушки, люди сели в какую-то пушку, выстрелили с собой и приземлились на Венере, да? Ну, это как бы мозг орёт, не может быть, я не верю, то есть мозг такой, маленький Станиславский сидит в голове и кричит, не верю, ну, потому что, да, наш мир, наш мир, наш мир, и вдруг середина девятнадцатого века пушка, пушка и на Венеру. И с этого началась иерокосмических полётов, при том, что много деталей действительно подлинных, много действительно достоверных деталей в том, что касается периода обращения планет вокруг Солнца. А здесь у нас мы бываем и на Сатурне, и на Плутоне, и на Уране, и на Венере. Прям вот много именно деталей достоверных, научных, и они здесь есть, и Валента их с интересом как бы обработала, и показала, как это влияет на жизнь людей на этих планетах, да. Но, с другой стороны, когда ты их читаешь, и у тебя сменяет друг другу 1913 год, 1944 год, ещё какие-то годы, в голове постоянный диссонанс, то есть, что такое, ну как бы, как так, что история пошла абсолютно иначе. Тебе кажется, что да какая красная, какая может быть старт какой-то ракеты там, да, с Красной площади в 1944 году, война идёт. Сложно очень с этим всё, то есть, потому что мы практически не касаемся того, что происходит на Земле, в каком состоянии, да, на государство друг с другом, в каких они отношениях, что вообще происходит, как так всё распределилось. Постоянное ощущение, что ты смотришь кино, да, что ты смотришь фантастическое кино, в котором автор, режиссёр решил ничего не объяснять. Такой, ну знаете, выстрелили мы из пушки в середине 19 века, полетели на Венеру. И началось. И герои-то все относятся к этому на полном серьёзе, а ты, как читатель, до конца не можешь в это поверить. И мне кажется, что вот Валента этот барьер создавала намеренно. Но это моё личное мнение, я могу ошибаться. Поэтому книга, которую очень любопытно прочесть, книга, которая, да, много вот как бы канонов не спровергает, но это будет нелегко. Но ещё и потому, что не совсем понятно, о какую историю хотела рассказать автор. Она начинает ближе к концу играться с концовками. Те вкрапления, которые нам казались повествованием, уже оказываются не повествованием. То есть тут ещё обманки есть. И рассказали ли нам историю жизни Северинанг? Наверное, да. Но с большими лакунами, с большими пробелами и с большими знаками вопроса. Раскрыли ли нам тайны, которые хотела раскрыть сама Северин? Для этого она летала и снимала свои документальные фильмы. Скорее нет. Нам раскрыли, возможно, точку зрения других людей на эти вопросы. Ну и, разумеется, нам не объяснили, каким образом можно выстрелить людьми из пушки и попасть на Венеру. Вот такая интересная книга. Она прям интересная. То есть книга, которая заставит ваши мозги поскрипеть, книга, которой очень сложно составить на эти однозначные отношения, типа, это шедевр или это отстой. Не получится. Не получится. Всегда будет что-то в этой книге, что будет вызывать у вас вопросы, и всегда будет что-то, чем вы будете восхищаться, но это лично на мой взгляд. Вот таким получился мой марафон «Читаю без списков». Это было максимально неожиданно. Совсем не так, как было в прошлом году. Вообще, я... Много здесь было неожиданностей, сюрпризов, приятных и неприятных. Приятных, конечно, больше. Поэтому мы с вами, конечно, в следующем году повторим. Это прям экспириенс, который стоит пережить еще разочек. И хорошая новость, надеюсь, что хорошая, будет еще два видео о прочитанном в июле, потому что я, во-первых, прочла огромную груду нонфикшена. Я сосредоточилась на художке для марафона и при этом читала много нонфикшена. И все-таки был еще немножко фикшен. Не вошедший марафон, вызвавший у меня дикий бомбеж. Все, кто подписан на мой инстаграм, те знают, о чем я говорю. Не поговорив о хромосомах, я просто не могу закрыть этот июль. Поэтому надеюсь, что уже следующее видео будет как раз о них. Спасибо, что смотрите. И надеюсь, следующий ролик уже скоро.